Памятные медали 100 лет вооруженным силам Республики Беларусь в торжественной обстановке были вручены ветеранам Великой Отечественной войны. В настоящее время в московском районе города над Бугом проживают чуть более сотни непосредственных участников боевых действий. Возраст и состояние здоровья не всегда позволяют им быть в числе почетных гостей подобных мероприятий, однако даже разменявшим 8-й и 9-й десяток ветеранам войны силы духа и любви к жизни не занимать. Это, конечно, замечательная дата, 100 лет, и ее празднование говорит о том, что сегодняшнее поколение чтит традиции и сохраняет те доблестные традиции, которые были заложены дедами, прадедами. И сегодня в рамках этого празднования мы награждаем ветеранов, тех, кто своей жизнью рискуя защищал в свое время родину. В числе награжденных Таисия Козырь-Павловская. Жизнь Таисии Михайловны с вооруженными силами связала не только война. Оба сына – полковники в отставке. Внук стал продолжателем династии. Сегодня он подполковник. Поэтому 23 февраля для семьи – праздник особый. Я богатая мама. И мои ребята заслуженные. Несмотря на то, что спокойное время, сын, который в Москве, в Афганской, этой пролитной, никому не нужной войне. Я год восемь месяцев не спала, пока он там служил. А второй сын защищает здесь, в Минске, в рубеже. Но оба в отставке. Так что я не только участница военных событий, защитница, но я еще, наверное, неплохая мама, раз воспитала таких ребят. Поздравления с праздником должны дойти до каждого адресата. Ветеранам, которые не смогли принять участие в церемонии, медали вручают дома. К примеру, в тот же день памятный знак нашел своего обладателя в лице Аркадия Моисеевича Бляхера, участника Сталинградской битвы, военного корреспондента. Вся моя биография и самый яркий период в моей жизни – это пребывание в армии с пребыванием на фронте. Был ранен, контужен, снова возвращался. Я уже тут говорил, что прошел, что я изучал биографию городов и географию рек от Волги до Шпрея прошел. Отдых был у меня после ранения в госпиталях и снова возвращался в строй. Я себя чувствую, как обычно чувствуется на хороший праздник. Эта дата, она вошла в мою биографию фундаментально.